Привет, друзья! Интернет — потрясающее всё-таки место. С такой скоростью обмениваться идеями — это классно. Получил очень много противоречивой обратной связи касательно темы гомосексуализма. Оно и понятно, мы все разнополярные, разнонастроенные. Кто-то слышит фразу о том, что в перспективе такое понятие, как гомосексуальность общества, может привести к тому, что будут появляться дети, которые будут сонастроены с этой информацией и будут выбирать этот путь с большей вероятностью, нежели в других обществах, где это не демонстрируется. Ещё раз хочется подчеркнуть, что я не против геев. Я лишь высказываю обеспокоенность. Мне видится несколько несправедливым внедрять детские умы такого порядка знания. Поэтому если ты гей, лесбиянка и ещё кто-то там, чего я даже не знаю, какие бывают разные разновидности, это прекрасно, замечательно. Наслаждайся этим миром. В этом мире огромное количество прекрасного. Делись любовью. Есть много гейских пар, которые существуют прекрасно, и у них всё хорошо. Они образец, может быть, даже для многих традиционных семей, где мальчик и девочка, да? И такой вот пример тоже есть. Но речь-то здесь не об этом. Не о том, что нельзя быть счастливым, кем бы ты ни был, а о том, что есть детский досознательный возраст, в котором ребёнок должен сначала сформировать свой базис. После этого, когда базис будет сформирован, он уже может себе раскрывать какие-то новые, не знаю, открытия и так далее. И я встретил огромное количество агрессии уже в комментариях. «Да как ты можешь связывать эти вещи из разных вселен? Люди рождаются, умирают. Это вообще никак не связано». Я приведу простой пример. И когда я был в той же самой Швеции, у меня там подруга, у неё два ребятёнка. Они оба выросли, ну то есть родились и растут в Швеции. И она русская. Но она впитала полностью всю ментальность шведского общества. И, в принципе, её поддерживает. И с вещами, с которыми она не согласна подсознательно, она просто как бы пропускает, ну такое общество, что я могу сделать. То есть мы очень сильно подстраиваемся под общество, в котором мы существуем. Так вот, эти два ребятёнка, они оба у неё девочки. И оба ребятёнка стрижены вот так вот наголо, по-пацански. И на вопрос «А почему так происходит? Почему у тебя дети такие?» Она отвечает следующее «Они просто не хотят выделяться». То есть ребёнок вот в этих вот садах, ребёнок чувствует себя неловко, некомфортно. Он хочет быть как все, он хочет себя уравнять. Он хочет сбрить себя, чтобы дети его не доставали. Чтобы он не демонстрировал на показ свою женственность, что он девочка. Понимаете, до чего доходит? Это не шутки. Это нам тут в России, может быть, в постсоветском пространстве показывают какого-нибудь там забитого гомосексуалиста, который вот что-то там ему плохо. Но когда доходит до такой крайней точки, когда ребёнок, маленький ребёнок, он ещё ни хрена не знает про этот мир. Ему с пелёнок объясняет, что ненормально ему быть мальчиком, ненормально ему быть девочкой. Ему нужно быть непонятно кем, бесполым созданием. А родители, закрыв глаза, ну он потом вырастет, он сам решит. Да ничего он не решит. Ему решалку в детстве поправили. И всё, что он будет решать, оно будет базироваться на том, что произошло с ним в детстве. Если в детстве он чувствовал себя неловко за счёт своего естественного пола, я мальчик, я девочка, то в будущем это естественно повлияет на него. Вы посмотрите, какое количество для вас же фильмов людей, которые борются за всё это, снимают, показывают, как влияет на развитие человека детские сексуальные и прочие травмы. Что все маньяки, все убийцы, всё происходит оттуда, из детства, когда были какие-то травмы, и пускать на самотёк, а уж тем более потакать такому явлению с самого детства. Я с вами соглашусь, конечно, было бы справедливо позволять человеку быть тем, кем он хочет быть. Это нормально. Каждый выбирает. Но есть такое понятие, как досознательный возраст, детский возраст. Если ребёнку с самого рождения будут внедрять такие знания, то как ни крути. Такой человек вырастет абсолютно другим. Я понимаю эту борьбу. Вот предположим, как бы ты гей, тебе нравятся парни, тебе хочется с ними совокупляться. И ты вот такой, тебя таким вырастили. И тут тебе говорят, ну давайте не будем об этом говорить так активно, чтобы наши дети выросли и потом уже принимали решение. Не будем менять их с самого рождения. Потому что потом уже, когда он взрослый, это исправить практически невозможно. И мы это знаем. Разумеется, такому человеку это не нравится. Он против этого. Ну как бы, если ты гей, а тут кто-то говорит, что давайте не будем эту идею распространять, значит вокруг не будет геев. С кем я буду долбиться? Так это, наверное, происходит. Я понимаю, с детства унижение. Ты хочешь как-то компенсировать это в отмеску. Хочется нахамить. Мне прям пишут грубые сообщения. В таком духе. Я ещё одну вещь не сказал по поводу данного явления. Что я встречал в литературе по лечебному голоданию. Есть много случаев, когда человек перестаёт испытывать влечение такого рода на более чистом питании, на лечебном голодании. Понимаете? В дополнение к этому в инстаграме написал один парень, который сказал, что раньше был геем. Я опускаю подробности. Прямо сейчас у него жена. Он наслаждается женским телом. Ну, по описанию, как он это пишет, понятно, что он действительно им был. И он говорит, что сейчас у него это поменялось. А что поменялось? Он какое-то количество лет был подписан на меня, поменял тип питания. То есть взаимосвязь есть. Ещё раз хочется подчеркнуть, что взаимосвязь с нашей физикой, которая у нас формируется, исходя из информационного пространства, формирует нас. Мы такие решения принимаем в пользу такого питания. И опять-таки, в дополнение к этому, исходя из этой информации, мы становимся другими. И если на повестке дня будет гомосексуализм, то будет ровно то же самое, что в шведских детских садах. Там не будет мальчиков и девочек. Там будут все бритоголовые, как на зоне. Потому что детям некомфортно. Ребёнка можно понять. Он открыл глаза, он ещё даже не знает, какие тут силы в этом мире действуют. Он просто смотрит вокруг. Ему некомфортно. Его задирают. У детей нет социальных преград, они могут быть очень жестокими. Естественно, ребёнок приходит к маме и говорит, мама, и он плачет, он искренне там хочет. Мама, по бремени, а я не хочу выделяться, не хочу быть девочкой. Понимаете, через какой ужас проходят дети? Мы абсолютно, абсолютно программируемые создания. Вот степень программируемости просто запредельная. В своё время мне попалась одна из книг Сергея Минаева. Давайте я вам озвучу отрывок из этой книги. Там как раз таки рассказывается про то, как мы через визуальные образы, через информационную повестку программируемся. И что происходит? Какие у этого последствия? Я думаю, что вот этот вот отрывок из книги, где Минаев сравнивает людей с мумиями, он будет очень показателен. Да. Приятного прослушивания. Вы никогда не задумывались над вопросом, отчего все те люди, которых вы видите вечерами в ресторанах, бутиках и на презентациях, очень редко встречаются вам днём? Или вообще не встречаются? Куда исчезает вся эта весёлая толпа, похожая друг на друга, как сигареты из одной пачки? И я, например, задумываюсь над этим постоянно. И сопоставив многие факты, которые кажутся притянутыми за уши, а на самом деле лежат на поверхности, я пришёл к выводу, что этих людей просто нет. Нет, безусловно, моё предположение не имеет ничего общего с городом мертвецов. Всё не так страшно. Всё гораздо страшнее. Половины этого города просто не существует. По моему мнению, пространство внутри города вечерами превращается в некое подобие компьютерной игрушки, населённой людьми-пустышками. Когда-то они были нормальными людьми, у них были мечты, проблемы и жизненные заботы. Но затем в какой-то момент они поняли, что легче превратиться в персонажей гламурных журналов, героев и героинь танцпола, феи-подиума и ресторанных рыцарей-ножа и тарелки. Превратить свою жизнь в атмосферу круглосуточной вечеринки и стать теми самыми рекламированными на всех углах ночными жителями. Постоянные лучи софитов отучили их глаза воспринимать дневной свет. Лампы солярия сделали невозможным нахождение на дневном солнце. Тонны парфюма и косметики вкупе с наркотиками и диетами постепенно иссушают их тела. Актуальные журналы и развлекательное телевидение сделали то же самое с их мозгом. В конце концов они превратились в тени людей, в некое подобие невидимых, которые могут выходить из дома только в ночное время суток, когда искусственное осыщение скрывает то, что под оболочкой макияжа и платье Прада, джинсов Кавали и костюма Бриони скрыта пустота. Именно поэтому вы никогда не встретите их днем на улицах. Боязнь, что люди увидят, что под темными очками Шанель нет никаких глаз, а их лица просто нарисованы, заставляет их оставаться днем дома. День – время людей, тогда как ночь – время мумий. Безусловно, гораздо легче замотать внутреннюю пустоту дресс-кодом и сидеть мумией в каком-нибудь кафе Пирамиды или Рамзес, разглядывая фотографии тусовщиков, чем жить жизнью человека с его проблемами, победами и поражениями. Любой человек имеет цель в жизни. В мире мумий ее нет. Как нет, впрочем, и самой жизни. Есть только существование в атмосфере пустоты. Сначала их были единицы. Со временем их становилось все больше и больше, и им требовались места для общения с себе подобными, для завлечения в свой круг людей и расширения своей армии. В один прекрасный момент они заполонили собой весь город. И так, когда масса мумий на квадратный метр полезной площади пары ресторанов и пара клубов стала критической, в городе, как мухоморы, после кислотного дождя стали появляться многочисленные бутики, салоны, клубы, рестораны и кафе. Все те места, в которых вы сейчас их можете видеть каждый вечер. Для идентификации своих собратьев среди посетителей всех вышеперечисленных заведений, все-таки некоторые еще пока остаются людьми, им требовалась своя собственная навигационная система, что-то вроде программы «Свой-Чужой». И тогда на помощь миру мумий пришел мир брендов. Именно этим объясняется то, что все мумии одеты практически одинаково. Список торговых марок из мира одежды и автомобилестроения вовсе невелик. Для знакомства друг с другом больше не требовалось, как раньше, долго принюхиваться к собеседнику, завязывать длинные диалоги о том, кто где одевается и куда летает отдыхать, чтобы понять, какому миру принадлежит твой случайный знакомый. Теперь достаточно визуально считать дресс-код сидящих за соседним столиком персонажей, чтобы точно определить, они тоже мумии. Вы думаете, что все эти манящие слоганы в витринах, новая коллекция лета или разговоры глянцевых журналов с рекомендациями актуальных в этом сезоне цветов одежды и дизайнерских действий отражают, как стремительно меняется мир моды? Что вы, на самом деле в каждом сезоне меняется тот самый дресс-код, чтобы в их мир не затесались чужаки. Здесь все максимально упрощено. Способы общения мумий должны быть максимально простыми. Чтобы не совершать ненужные и затруднительные манипуляции мозговыми извильными, существует набор кодовых фраз, при произнесении которых другой мумии становится понятен весь смысл этой беседы. Таким образом, через пару лет мумии вообще разучатся говорить и будут лишь демонстрировать друг другу предметы туалетов или новых любовниц, чтобы не напрягать чужие уши с звуками, отличными от фоновой музыки, которую обычно играют ресторанные диджеи. Читать они, скорее всего, уже разучились. Иначе как вы объясните тот факт, что многие глянцевые журналы почти сплошь состоят из фотографий, с презентацией, открытий и закрытий летних веранд и прочих именен сердца. А некоторые просто представляют собой одну сплошную фотосессию с бесконечной пати. Мумии сидят и разглядывают картинки. Когда они видят там себя или своих знакомых, то очень сильно волнуются, тыкают пальцем фотографии и издают звуки «Вау, клево, класс!». Посещая все эти склепы, надевая все эти саванны и рассматривая в журналах некрологии со своими знакомыми, мумия разглядывает себя и говорит «Я такая же, как и вы!». Вы признаете меня своей, а я вас. Я понимаю, где мы все находимся. Все это написано, сфотографировано и построено для нас. Другого мира не существует. Таким образом формируется оболочка для пространства, в котором живут мумии. Компьютерная игра в режиме реального города под названием Night People. Попадая туда, вы всегда должны помнить, что это не ваш мир. Это не ваша пати. Вы тут всего лишь лазутчик. Если вы не имеете цели совершить тут диверсию, пытаясь вернуть хотя бы часть мумии в человеческое племя, не стоит оставаться в нем слишком долго. Вы рискуете стать одним из них. Здорово, да? Как это должно быть круто в один прекрасный момент ощутить себя героем компьютерной игры в формате 3D. Иного формата здесь нет. Вся жизнь мумий состоит из 3D. Девочки, деньги и дилеры. Всем здесь заправляют дилеры. Конечно, они не похожи на демиургов из эпоса скандинавских стран, а не что-то вроде регулировщиков движения. Этаких каишников на сумрачных перекрестках этого мира мумий. Эти дилеры имеют мало общего с продавцами наркотиков, хотя и без них тут редко обходятся. Основной работой дилеров является продажа удовольствий путем зомбирования тусовки мумий через журналы, рестораны, бутики, клубы, радио и телевидение. Каждый день они говорят мумиям, что все в их мумийской жизни построено для получения качественного удовольствия. Все очень просто, главное следовать заветам дилеров. Все мумии должны носить те вещи, которые в этом сезоне имеют красную нашивку, потому что это красиво. Покупать те журналы, которые изданы под формат актуальной сегодня дамской сумочки. Кстати, где купить ее написано здесь же. Есть в тех ресторанах, название которых пишется в одно слово, так проще запомнить. И главное, не выпадать из общего ритма. Быть в тусовке, быть проще. И оставлять в голове пространство, способное вместить необходимую рекламную информацию, которую дилеры покажут вам сегодня ночью по Fashion TV. Остальные глупости можете из нее выкинуть. И тогда ваша жизнь превратится в сплошное ресторанное меню, из которого вы сможете выбирать удовольствие по своему вкусу. Меню удовольствия длиной в жизни. Это ли не есть рай земной? Сможешь ли ты от него отказаться? Такие дилеры пострашнее любой армии торговцев кокаином. На их наркотики мумии подсаживаются быстрее и дольше не слезают. Даже самое недолгое выпадение из этой системы заканчивается для мумии жуткими ломками. Оставшись по какой-то причине дома на пару вечеров, мумии на следующий день бегут скупать все модные журналы, сумки, автомобили и дома. Есть сразу в нескольких модных местах за ночь. Главное не выпасть из ритма. Пока ты в тусовке, она питает тебя энергией. Смысл тусовки в ней самой же. Она единственная система координат и компас для определения своего местоположения. Совершенно понятно, что для мумий любая человеческая катастрофа, будь то, ну, однение, землетрясение или столкновение с кометой, ничто по сравнению с тем, что если бы разом исчезли все магазины, журналы, салоны и клубы. Вот что было бы истинным потопом для них. И никакой иной уже не помог бы. Они перестали бы понимать, где находятся. Их мир исчез бы. Растворился бы разом, подобно заменителю сахара в чашке их утреннего эспрессо. Исчезла бы та система плоть от плоти, которой они являются. Исчезла бы вся простота и удобство пространства, в котором не нужно думать. В котором тебе говорят, куда идти и что делать. Это действительно очень просто и удобно. Мужики мумий каждую ночь приезжают в заведение, чтобы уехать оттуда с понравившейся девочкой мумий. Девочки мумий каждую ночь приезжают в заведение, чтобы уехать оттуда с мужчиной мумии, которому она понравилась. Их связующим звеном являются деньги. Деньги, которые он потратит на дилера, продавшему ему в салоне модный автомобиль, на котором он приедет для того, чтобы произвести ошламляющий эффект на всех находящихся там девочек-мумий. Из них он выберет одну или пару-тройку, чтобы скрасить свой сегодняшний вечер. Деньги, которые она возьмет у него, чтобы потратить на другого дилера, который поправит завтра ее внешний вид в спа-салоне или продаст ей новую модную сумочку. Но парадокс в том, что эти деньги уйдут и от дилера в ту же ночь, чтобы вернуться к тем мужикам, которые продадут им разрешение на открытие нового автосалона или тем девочкам, которые продадут им свое расположение сегодня ночью. Система 3D представляет собой замкнутый круг из денежных потоков. Она похожа на круговорот воды в природе, только в отличие от круговорота воды, преследующего главную цель – борьбу за жизнь, круговорот денежных потоков борется с депрессией. Депрессия – это четвертое Д, о котором здесь не говорят. Она здесь повсюду. В чашке кофе, в тарелке с карпаччо, в той девочке с серым лицом, в неоновой вывиске над баром, в официанте, который ходит по залу, как на шарнирах, в том мужике, который вышел из туалета и трет себе нос. Она не просто витает в воздухе. Сам воздух жиждется на ней. Она есть базис всего. Мумии стараются прогнать ее. Делают все эти немыслимые вечеринки, покупают немыслимые наряды за немыслимые же деньги, которые, как видно из вышеизложенного, не имеют покупательной способности, а скорее носят символический характер. Меняются своими одинаковыми любовниками или любовницами-мумиями. Стараются сойти с ума, которого тоже почти не осталось. Все здесь так друг к другу осочертели, что хочется бежать, да некуда. Круг перемещения ограничен зоной для мумий. Всеми этими похожими один на другой салонами, магазинами, клубами и ресторанами, заваленными одинаковыми журналами и одинаковыми посетителями. Ты и рад бы пообщаться с людьми, но только они тебя не понимают. А те, кто понимают, сами уже почти мумии. Действительно, зона. Срок твоего заключения здесь неизвестен. Тебя сюда никто не сажал, ты просто сам выбрал свой путь. Обратного не предвидится. Осталось терпеливо ждать, когда истощится твоя физическая оболочка, и все остановится. И единственный вопрос, который тебя иногда мучает, кто тот самый начальник зоны, который всем этим управляет? Кто движет процессами, выбирает героев, которым нужно подражать? Иногда ты приходишь к выводу, что этот начальник ты сам. Хотя правильнее было бы ответить на него по-другому. Здесь каждый живет в склепе, построенном собственноручно. Каждый сам выбирает себе героев и является начальником. А все склепы и герои одинаковы для всех, потому что у мумии не может быть по-другому. Мумии объединены общим космосом, общей религии, и имя ей, бездуховность. Воистину, мы все здесь бедные духом. Ты приезжаешь на презентацию новой коллекции сумок ТОЦ и видишь всех этих фурий, которые с горящими глазами мечутся, как во время пожара, разбрасывая локтями продавцов и сметая с полок все, что на них выложено. А потом ночью встречаешь их в новом, только что открывшемся ресторане, претендующем быть на гребне волны в этом месяце. Видишь всех этих жующих, выпивающих манекенов с чувством выполненной миссии на лицах. И у тебя остается четкое ощущение, что смыслом жизни для них является потратить за один день все заработанное на еду, аксессуары и одежду. Пожалуй, они счастливы только в короткий момент оплаты за покупку. В те несколько минут, когда меняют свои деньги на плотское удовольствие. И вот они уже сидят и думают, чем бы занять завтрашний день. Каким бы еще образом прогнать скуку? В этот момент они похожи на нью-йоркских бездомных, которых раньше в советские времена показывали по телевидению. Бездомные сидели в общественных столовых, не снимая шапок, перчаток с обрезанными пальцами и табличек, висячих на груди с надписью «Бездомный, работаю за еду». Глядя на бездуховные лица наших мумий, мне так и хочется развестием на груди таблички со слоганом «Буду работать за шмотки» и ниже логотип «Дольче Габбана». Катастрофа. До какой же степени должно деградировать общество за какую-то сотню лет? Если раньше люди решали глобальную задачу состояться в этой жизни, то сегодня их праправнуки решают задачу «Как попасть в этот клуб и состояться сегодняшним вечером?» Если в начале прошлого века героем общества был мальчик, стоящий у истоков революции Пашка Корчагин, то сегодня его заменил мальчик, стоящий у входа в ночной клуб. Пашка фейс-контрольщик. У него берут интервью, он надувает щеки, говорит какие-то глупости и дает советы, как быстрее стать законченным идиотом. Он, Пашка фейс-контрольщик, истинный властитель дум. Ведь именно этот ночной страж решает, попадете вы в конечном итоге в мир мумий, достаточно ли близко вы уже подошли к нему, или еще нет. Но самое ужасное заключается не в его существовании, а в существовании той аудитории, которая готова читать его бредни, и принимать как руководство к действию его совета и добровольно становиться мумиями. И вот я лежу уже в остывшей воде и думаю, насколько близко я подошел к этому склепу. В сущности, я уже давно стою там одной ногой. Я освобождаю все больше и больше времени в своем личном графике для того, чтобы занять его пустотой всех этих вечеринок, презентаций и опен-эйров. Со мной здороваются за руку все большее количество всех этих промоутеров, рестораторов, дизайнеров и дилеров. Меня втягивает. Я уже начинаю становиться тенью. Сначала я думал, что на мне так будут лучше сидеть модные вещи. Теперь я все чаще думаю о том, что я хотел стать одним из них. И все эти склепы занимают все большую часть моей жизни. Чем же я отличаюсь от этого болота? Или нет? Не так. Что меня из него вытащит? Я вылезаю из ванны, закутываюсь в полотенце и начинаю стучать зубами. Мне не столько холодно, сколько страшно. Где-то в комнате звонит мобильный телефон. Я приду туда, нахожу его во внутреннем кармане пиджака и отвечаю. На том конце провода мой знакомый, лица которого я практически не помню, который говорит мне «Привет, ну че, как вчера потусовались?» Нормально. «Че делаешь?» Да дома сижу. «У тебя есть че еще?» В этот момент я запускаю телефон в стену с такой силой, что на ней, кажется, останется вмятина. Телефон отскакивает на пол, мне под ноги, у него гаснет дисплей, но микрофон почему-то еще работает. «Алло, ты там?» «Я тебя не слышу, ты походу пропал куда-то». Я давлю остатки телефона ногой, и он, наконец, замолкает. «По-моему, я действительно пропал». «Музыка» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok